Новый густонаселенный район Одинцова. Самая большая школа Подмосковья на 2200 ребят открылась здесь только в этом учебном году и почти полгода ждала своего постоянного медработника. При том, что и необходимые лицензии были получены и материальная база подготовлена. Есть оборудованные приюочные кабинеты, предусмотрен изолятор, где ребенок с температурой будет ждать родителей. Не хватало только человека, который заведовал бы всем этим хозяйством. Это у нас стонометр детский и все для оказания неотложной помощи. Объясните, пожалуйста, зачем походный ящик в школьном кабинете? А если где-то в коридоре ребенок упал и не сможет он прийти, мы должны пойти его осмотреть на месте. Допустим, у нас, вы видите, везде идут пуфики. Его положили на пуфик, мы прибежали и оказали ему помощь на месте. Решили, как дальше будет. Людмила Иосифовна приехала в Одинцово из Хабаровска к своим детям. Предполагала, что в свои 68 лет у нее только одна забота – нянчить внука. И вдруг выяснилось, что ее опыт фельдшера здесь очень нужен. Директор школы Анна Николаевна только рада, что теперь у нее работает полноценный медицинский блок. Работать с детьми – это всегда намного приятнее. И когда мы делаем не только добро, но и в данном случае фельдшер, наш медработник, она дает им, сохраняет здоровье и дает им уверенность, что в школе они в полной безопасности. Медработники школ и детсадов Одинцова и близлежащих населенных пунктов объединены в специальное отделение больницы. Рабочая пятиминутка начинается с представления шестерых новых сотрудников. К нам с вами пришел фельдшер в пятую школу, на вокзальную. Там долго не было сотрудников. Это Медведева Татьяна Юрьевна. Горячее приветствие новых коллег – это не просто дежурное проявление рабочего этикета. В школах, где нет постоянного медика, более высокая нагрузка на участковых педиатров. И туда все равно приходят врачи и фельдшеры из других образовательных учреждений. Ведь современная медицина – это не только медпомощь, но и большой объем документов. На оперативке, например, обсуждают составление списка выпускников. То есть справки для поступления в этом году будут только электронные. О бумажных справках речи уже не идет. Постоянных сотрудников в отделении 69 человек. Даже несмотря на пополнение, все равно не хватает и педиатров, и фельдшеров. Важную роль в привлечении новых кадров решают ощутимые стимулирующие выплаты – субсидии до 20 тысяч рублей на оплату съемного жилья. Но, как замечает старший фельдшер отделения Анна Ивановна, люди приходят к ним не только из-за денег. Много медработников приходят – это мамы. Вы понимаете, у них же дети идут в сады, в школы. Мамы хотят быть поближе к своим детям. Я им очень благодарна. Да, пусть их дети будут ближе к ним, и они будут работать у нас, будут нам помогать. То есть, либо внуки с бабушками тоже в школе. После рабочей встречи нового фельдшера Татьяна Медведева идет в кабинет своего отделения, где вносит в систему списки школьников на флюорографию. Она – та самая бабушка, которая приехала смотреть за внучкой. 33 года медицинского стажа в Таганроге. Теперь – постоянный фельдшер в школе. Детей люблю. С удовольствием работаю с ними. Также долгожданная внучка родилась. И очень хотелось, да, то, что и с ней быть рядышком. И детвора – это, как всегда, улыбки, счастье. Дети заряжают? Да. Особенно младшеклассники вообще бомбические. Если у вас есть знакомая мама или бабушка с медицинской подготовкой, можете смело рассказать им, что сейчас есть хорошая возможность стать ближе к своим родным и при этом стабильно получать зарплату. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.